Peugeot 308, прибор не бьет, то есть вот здесь бутерброд больше двух миллиметров. Ребят, по состоянию, пока вроде по кузову, этот вариант самый неплохой. Друзья, всем привет! Новое видео на канале, а именно по подбору автомобиля. То есть, ни для кого не секрет, есть видео на канале по Ford Focus. Это Ford Focus моей сестры, 2004 он года был, 1.8 дизель, был он продан. В этом видео мы будем подбирать автомобиль до 5000 долларов. Это будет или Citroën C4, год 2008, 2009, 2010 в этом ценовом сегменте. Или же Ford Focus, но уже в более новом кузове. И еще есть один вариант, это 308 Peugeot. Но я думаю, что 308 Peugeot это самый интересный вариант в этом ценовом сегменте. Хотя 5000 долларов за 308 Peugeot это низ цены. Собственно, в этом видео вы увидите, в каком состоянии мы сможем купить машину до 5000 долларов. Всем приятного просмотра. Ну и друзья, от меня лично, не забываем поддержать это видео лайком. Напишите свой комментарий, что вы об этом думаете. Подписаться на канал, не забываем про мой инстаграм. Погнали смотреть видео. Так, ребят, Peugeot 308, резина норм. Так, из нюансов, шпаклевка. Сейчас давайте посмотрим. Человека пока нету. На механической 5-ступенчатой коробке передач. Человек, мы приехали утром, а человек, хозяин машины, хозяйка, если быть точнее, приедет в 2 часа дня. То есть мы сейчас посмотрим внешний вид, потом поедем смотреть другие варианты. Если ничего не найдем лучше, то вернемся. Здесь небольшая притертость. Ну давайте сразу начнем. Достану прибор, посмотрим краску. Есть у нас китайский такой прибор, но тем не менее примерно что-то мы сможем посмотреть. Ну холодно сегодня, конечно. Так, крыло пластик. Прибор не бьет. То есть толщина шпаклевки. То есть вот здесь бутерброд больше 2 мм. И он начинается отсюда. О, 1,84 мм. Здесь опять не бьется. Так, в перчатках неудобно. Здесь 32, 25, 1,26. Она вбок, судя по всему, она вбок была бита. Вот, вот, ребят. 0,9, это 0,13. Вот это, это заводская, судя по всему, краска. Ну а здесь, смотрите. 32. Вот здесь 1,16. Тут не бьется. Ну видно, потрескалась тут шпаклевка. Самая засада была вот в эту часть. Ну, так же и здесь 33, 51, 2 мм. Вот в этом месте. 29, 35, 36. Вот смотрите, здесь уже 1,6 мм. Вот она, родная класска. Лишь родная будет, да, 10. 14. 13. Ну, из плюсов, на мой взгляд, крыша целая. Из плюсов панорамная крыша. Панорама вроде бы без кола. Здесь, опять, родная краска. Завод. Здесь тоже завод. Здесь трещина. Ну, я тебе честно скажу, вот эта сторона битая вся. В некоторых местах по низу прибор не бьет. Это больше 2 мм в поклевке. Все, идем в машину, поедем дальше смотреть другой вариант. А цена? Да. То есть, это оно все было, да? А цена? Да. Давай я посмотрю прибором, еще так пройдем. А какой там год у вас? Нет. А, тихосмотр просто не проходит. Все, 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 все. Капот красился. Мне кажется, он красился, нет? Вроде нет. Какая цена такая? Ну, по кузову пока. Она отвалена перед ним. По кузову пока лучше, чем предыдущая. Ребят, в общем, посмотрели. 308-й, еще один пыжик 2009 года. Это вроде, ну, по морде вроде как была битая. Некоторые элементы покрашены. Вся по кругу она царапанная, коцанная. Бампер сорван с креплений передние. Панорамы нету и 5000 долларов. Человек сказал, что последняя цена 5000 долларов. То есть предыдущий вариант, который мы уже с вами посмотрели, ну, визуально он получше. Эту даже не стали смотреть двигатель и салон, все остальное. Потому что, ну, на мой взгляд, все-таки дороговато. Сейчас будем смотреть дальше объявления. Едем дальше. Ребят, еще один 308-й, вроде 2009 года. Сейчас посмотрим сначала по кузову. Вот в этом месте миллиметр шпакли. Я вижу. Здесь тоже. То есть в жопу она была битая, судя по всему. Ну, что касается переда, дверей в родной краске. Здесь тоже двойной окрас. Задняя дверь двойной окрас. Короче, смотри, она по морде. И вот до сюда вот, грубо говоря, все норм. О, глянь, отломано крыло. Ну, жопа где-то. Крыло разломано. Ну, да, да, да. Это я даже сразу и не глянул. То есть такие вот еще нюансы. Не, Кирилл, пошли. Я, честно сказать, я не за какие деньги. Короче, порох уже гниль пошла. Я не хочу, мне не нравится. Не, ребят, вариант не самый лучший. Не будем мы даже человеку звонить, чтобы он выходил. Ценник, кстати, это самая дорогая, 5300. То есть дороже всех. Пока вот эта вот первая, которую мы смотрели, она лучше всего. Также здесь еще есть здесь коцки. Вот такие вот нюансы. Это все мы видим. Здесь можно видеть лакокрасочные какими-то такими точками все пошло. То есть человеку звонить не будем. В общем, уезжаем. Ребят, то ли 2008, то ли 2009 год. 207. Без панорамы. Также 308 я уже заговариваться начинаю. Холодно. Пока все в родной краске. Ну, по крайней мере, капот. А вот какой? Ну, панорамы нету. Ты же хотела бы с панорамой в идеале. Минимум двойной окрас двери вот этой, я уже вижу. то есть он показывает то 20 ну тут еще нормально а там холодно ребят ну да он на автомате да на автомате пацаны ну вроде даже ровно я тебе хочу признать пока он не пнул и всех пока он вроде как более-менее ноль неделя стояла ну проблем особых нету по ней но как бы с учетом того что на ней честно вам скажу сейчас никто не есть а Так, отсюда? Ну, по бесконечному, конечно. Это, естественно, с забором на пол. Ну, давайте проехать же можно будет. Конечно, конечно. Значит, это здесь. Ну, конечно. Вот так вот. Ну, вот так вот. Ну, я не знаю, но мне вообще-то с того, вроде, что-то не нравится. Ну, вот, когда это получается? Еще по осени, когда тепло было. Магнитола все работает? Да, да. Все работает. Лепесточки работают. То есть все нормально. Бортовик. Все на английском. Так, ребят, ну, по первому впечатлению, Оксан, ну, пока лучший вариант. Ну, салон не усажен. Ну, салон хороший. Ну, правда, что руль не нравится, что затертый все. Ну, я понимаю, на пробег соточку, я думаю, добавить надо. То есть 156 указан. 2009, да, он сказал? Да, да. 2009 год, я думаю, тут 1250, 280, по 300 вполне возможно. Да, 300 накругляюсь. Попробую стеклоподъемники свой попробую открыть. Чуть-чуть, медленно, ну, чуть немножко. Все работает. Стеклоподъемники работают, бортовой компьютер работает, ошибок нету. Паркинг. Паркинг. Ошибах никаких не высвечивает ничего. Ну, в принципе, в принципе. Ну, что панорамы нету, это да. Но на данный момент, Оксан, это лучшее по кузову машина. Мелкие высечки повсюду. Он живой. Вроде как, ребят, пока это... До этой машины лучшая машина была та первая, которую мы смотрели, но она, можно было видеть, что бок завален, там шпаклевки миллиметра два-три лежало, может даже больше. Но пока вот... Единственное, на автомате, ну, я думаю, если уже надумаешь брать, то научишься. Быстро привыкнешь. К хорошему привыкают быстро. Нет. Петрач нормально вообще, я не чувствую себя. А что, на Ford-де хуже была? Нет, на Ford-де хуже. А? А? У меня нормально. А всегда как можно? Ну... Не-не-не-не, тут я вам так скажу. Единственное, короче, за... Некоторые очень-очень хорошие кулибины умудрились в гофру. Вместо того, чтобы приварить, посадили на хомуты. Да-да-да-да. Гофра целая, ее просто надо приварить, и все. Ну, автомат нормально вроде как. Не, так вроде целый, ну, я же говорю, автомат в порядке. Перков даже на холодную там только... Единственное, что я вот скажу, потому что я сам не знаю, ничего не могу сказать по поводу замены масла. Поэтому, может быть, желательно было бы смешно маслице поменять на всякие случаи. Вроде, ребята, неплохой вариант за эти деньги. Ну, конечно, мне simplю. Я не говорю, как я живу, как я выскакал, чтобы всякие случаи нахометриныеını воплённые. И вот, чтобы весь центр язвятию мел�에 не было breed